В эти минуты в научном музее трактора и институте культуры и искусств выступают этнические коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кишинева и Екатеринбурга. А наши корреспонденты побывали на открытии международного музыкального этнофорума «Истоки», которое прошло в культурно-выставочном центре «Радуга». При упоминании о гуслях перед глазами возникает светлый образ Садко, созданный советскими кинематографистами. Да, я думаю, что это будет старинное. Да, из старины. Древнерусское что-нибудь. Что-то из сказок. Парклёвое. Но гусляр Максим Анухин, выступающий с проектом «Гудемир», удивил публику. На Руси гусельную игру называют гудьбой или гужением. Отсюда и название проекта «Гудемир». Максим Анухин гудит на гуслях уже больше 15 лет. За это время музыкант отыграл все академические произведения и теперь сочиняет музыку сам. Специально для него спроектировали электрогусли. Второго такого инструмента в мире нет. Это смелый эксперимент, который удачный, который состоялся. На электромоделях совершенно иные техники и способы звукопередачи в принципе. То есть это невозможно даже поставить, даже рядом, академические гусли, а акустические и данную модель. Это абсолютно разные два космоса. Это гусли, которые развиваются, которые современные, актуальные. Всех желающих услышать современное звучание этнических и аутентичных музыкальных инструментов приглашают на галоконцерт. Чебоксарский государственный институт культуры и искусства в субботу 21 ноября в 17 часов. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика.